Ирочка, скажи, пожалуйста, когда ты последний раз выходила замуж? Ты говоришь, как будто я там бывала чуть ли не каждую неделю. Я не знаю, поэтому и уточняю. Я никогда не была замужем. А ты? И в ЗАГСе тоже не бывала. В ЗАГСе не бывала. Я тебе, честно скажу, замужем тоже не была. А вот женат. Женат тоже, но это временно. Я предлагаю, кстати говоря, подойти к гостю, который может нам подробнее рассказать об этом. Я тебя поддерживаю. И хотелось бы сказать, что у нас сегодня в студии в гостях Алина Журавлева, заведующая отделом регистрации брака в городе Симферополе. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, а у вас в ЗАГСах всегда такие красивые женщины работают? Такая шикарная улыбка. Исключительно красивые женщины работают. И исключительно красивые женщины вступают в брак. Замечательно. Ну что ж, скажите, пожалуйста, вот какая статистика на данный момент? Вот сколько браков и сколько разводов? Есть ли разница существенная? Конечно, существенная разница есть. На сегодняшний день мы уже зарегистрировали более 8 тысяч браков по всему Крыму. Ну а разводы упали на сегодняшний день 30% всего из 100 разводов. Поэтому мы ближимся к уменьшению. Это прекрасно. Скажите, а вот у меня вопрос. Я вот, честно говоря, никогда не сталкивался с таким словосочетанием, как свадебный сезон. Что это такое? Почему он начинается именно сейчас? Осень – прекрасная пора. Не жарко, красиво. И, конечно, как не осенью вступать в брак и соединять сердца и создавать семьи. То есть традиционно, скажем, пик всех заключений браков приходится именно на осень? Да. А почему не лето, например? Жарко. Жарко. Почему не весну, когда расцветает природа? Сердца расцветают уже. Ну и весной есть и другие праздники все-таки, а осень насыщена именно. Это свадебный сезон. Испокон веков, насколько мне известно, у нас осень – это пора свадеб. Скажите, ну вот если, может быть, приблизительно хотя бы статистика, вот насколько количество браков осенью больше, чем, скажем, летом или зимой? Ну, в сентябре мы уже зарегистрировали около двух тысяч браков. Если мы возьмем, что мы за девять месяцев зарегистрировали около восьми, то уже две тысячи мы зарегистрировали только за сентябрь. Конечно, увеличено количество браков. Скажите, а какой средний возраст? Вот мужчин, женщин. А есть такое, вот, например, да, я когда изучала соцсети, что вот у женщин около 29, а у мужчин 32. Или это все очень относительно? Очень относительно. Любви все возрасты покорны, это правда. Мы наблюдаем это каждый день. Конечно, пары более осознанно на сегодняшний день подходят к созданию семьи. И поэтому мы наблюдаем действительно осознанный возраст. Уже после 25 лет это девушки и молодые люди уже более зрелые 30-35. Но также у нас вступает и молодежь в брак. Горячие сердца. А молодежь это что? 15-19. Ему же очень хочется создать семью. Мы не мешаем, не препятствуем. Мы только за, если люди готовы идти по жизни вместе. Почему нет? Скажите, а вот нет ли какой-то проблемы с точки зрения очереди? То есть вот если мы с Ирзой захотим подать сегодня заявление... Прямо после эфира. Да, прямо после эфира. Это возможно сделать и в этом же месяце обручиться? Ну, у нас есть законодательство Российской Федерации, которое предусматривает месячный срок для того, чтобы люди еще раз подумали, а стоит ли. Ну и также пришли к единому решению. Минимум месяц молодой паре необходимо выдержать. А там уже какая дата их интересует, все возможно. То есть, грубо говоря, мы приходим, подаем заявление, например, сегодня. Потом вы нам говорите, ну что ж, приходите через месяц. Если все у нас хорошо, мы возвращаемся через месяц, тогда уже выбираем дату. Вы вступаете в брак. Нет, вы не выбираете дату. Вы уже приезжаете на церемонию, естественно. А почему именно месяц? Почему не два? Почему не неделя? Ну, я думаю, что месяц это оптимально. Две недели мало, больше можно не выдержать, а месяц как раз тонкая середина. А вот не бывает таких исключительных случаев, когда все-таки вот может прийти пара, и вот ее прям сегодня же распишут? Конечно, бывает. У нас есть пары, которые уже, девушки находятся в положении, и у которых стоит вопрос о том, чтобы ребеночек появился в семье. И, конечно, срок мы сокращаем месячный при предоставлении документов, которые... она называется справка о том, что девушка в положении. А сокращается срок на неделю или полностью? Ну, мы уже, да, это согласовано определяемся, на какую дату паре хочется вступить в брак. И через ваши залы проходит огромное количество разных людей. Большинство из них счастливые наверняка. А встречаются какие-то удивительные браки, например, я не знаю, между людьми, например, мужу 120 лет, а жене 150. На самом деле не все удивительные. И каждый из них по-своему. Это такие драгоценные камни. Они светятся, сияют, и очень сложно выбрать какую-то одну пару. Но, конечно, присутствуют и исключения. На моей практике была пара. Самый молодой жених. Это гордость наша. Ему 90 лет. И молодая невеста, которой 60. И это настоящая любовь. Их познакомили друзья. Он пришел с ее любимыми цветами. Он играет на гитаре, она танцует. Мы очень часто приглашаем их на разные мероприятия, которые проводят органы ЗАГС. И наблюдаем уже после свадебного медового месяца, как протекает их семейная жизнь. Это любовь. Поэтому любви все возрасты покорны. И это правда. И мы тому свидетели. Скажите, а вот все-таки, если мы с Эрой захотим подать заявление, какие документы нужно предоставить вам для подачи заявления? Граждане России предоставляют паспорта. Паспорт с собой? Нет. Обязательно паспорта должны быть при вас. Ну а также, если ранее был опыт, и он не увенчался успехом, то обязательно документ о прекращении предыдущего брака. И все? Да. И большое желание? И огромное желание создать семью. А потом, если мы решим развестись, какие документы? Так, начинается тут. Давайте сегодня о счастливых моментах. Но про расторжение брака можно говорить по обоюдному согласию. Это те пары, которые не имеют детей. И тогда органы ЗАГС принимают неохотно такие заявления. Пара должна быть обязательно вдвоем. Также обязательно с собой паспорта и документ о заключении брака. Это обязательно. Но если у пары есть детки, то, конечно, в интересах семьи этим вопросом занимается суд. То есть пара обращается в суд. А есть какие-то? Да. Мне печально об этом говорить. Я больше люблю о радости и о счастье. Тогда будем о радости и о счастье. Скажите, а вот все-таки, насколько сложно сейчас вступают в брак молодые люди? И насколько вот та граница есть? Какая-то статистика? Насколько сдвинулась граница среднего возраста заключения брака? Интересный вопрос. Ну, граница сдвинулась. Пара у нас вступает в брак часто. Очень часто. То есть статистика говорит о том, что у нас большое количество пар, которые хотят вступить в брак. И оно увеличивается. На самом деле уменьшения нет. Если мы откроем архивную книгу, там тоже огромное количество браков. Огромное. Но и сейчас мы не отстаем. То есть мы идем в ногу со временем. И очень радостно наблюдать, что пары хотят вступать в брак. Извините, перерываю вас, потому что уже режиссеры кричат в ухо о том, что время наше подошло к концу. Но я все-таки не закончу. И маленькая просьба к вам. Три слова, которыми можно... Советуйте, как быть счастливыми в браке людям. Тремя словами. Держать друг друга крепко за руки. И никогда не отпускать. Мы благодарим вас. Спасибо большое. И напоминаем, что сегодня в студии была Алина Журавлева, заведующая отделом регистрации брака города Симферополя. Алина Журавлева, заведующая отделом регистрации брака города Симферополя. Алина Журавлева, заведующая отделом регистрации брака города Симферополя, заведующая отделом регистрации брака города Симферополя.